Добрый вечер! У эфиры программа новинный тыдня на телеканале Беларусь 4. У студии Наталья Игнатенко. Глядите у выпуску. Сегодня означается день державного герба и державного стяга Республики Беларусь. Какую поддержку дельникам Великой Айчинной войны оказывает областный совет ветеранов, в актуальном интервью рассказал старшиня организации Владимир Чернаштан. Итальянский город Парма стал 30-м городом-пабратимом Гомеля. Подошел до завершения кастинг-проекта «Юная телезорка». А зараз про это и иншее больше подробно. Сегодня у Гомеля прошли урочистые мероприемства и присвеченные дню державного герба и державного стяга Республики Беларусь. Азначается свято, что год у другую неделю мая. Стяг, герб и гимн з'являются головными державными атрибутами любой суверенной державы. Яны адлюстровывают исторические, духовные и моральные ресы нации, особенности культуры и света погляду народа, его мкнение до самовызначения и самостоинного развития. Поважать и шановать белорусские державные символы – дух кожного жихара нашей краины. Миноветы там у Гомеля святочные мероприемства, присвеченные дню державного герба и державного стяга Республики Беларусь, по традиции проходят на головной площади города. Тут собрались городские улады, ветераны Великой Айчинной войны, активисты Белорусского Республиканского Союза молоди и Белорусской Республиканской Пионерской Организации. Неизменно центральной подеей святость является принятие школьников у роды БРСМ и БРПА. Во урочистых обставинах 22 юнакам и девчатам уручили билеты и значки Союза молоди. 70 школьникам повязали пионерские хальштуки. Я очень рад, что мне было честь вступить в ряды БРСМ в такой знаменательный день. Это день государственного герба и государственного флага. Настроение отличное, тем более впереди день победы, и это даже как-то поддает такой эйфории и радости. У Гомерии начались мероприемства и примиркованные до дня перемоги. У скласти Кветкина аллею героев пришли керавники в области города, ветераны Великой Айчинной, представники працонных коллективов и громадских организаций, правоохоуных структур и наученцы патриотичных классов. А в святочных урочистостях материал наших корреспондентов. Все больше далекий, одна из героичной и трагичной агады Великой Айчинной, але память об их застается бессмеротной. Удячность солдатам-вызвалителям за подвиг застается у сердцах жихара у Беларуси. Митинг на аллее героев у Гомеле – ящая одна махчимость отдать данину по ваге тем, кто пройшел фронтовыми дорогами. А таму сярод самых генеровых удельников мероприемства – удельники войны. У гэтые дни расклад их справ расписаны литерально по хвелинах, и сярод галонаха – со встречи с молоддю. Сучасному поколению складана уявить, якие тяжкости пришлось оперожить с ветераном. Али затекавленность у школьников – неподробная. Рассказываем о тех событиях, о наших друзьях, о наших товарищах, которые не дошли, и о тех, которые остались живы, и как сложились у них судьбы, и наши судьбы. День перемоги – это наша национальная слава и гонор, символ миру и стабильности, нужности и героизму. На Гомельшине вызволеншая боротьба стала саправдой усе народной. На территории в области с захопниками воевали 127 партизанских отрадов, с колькостью бойцов – больше 50 тысяч. 127 урадженцев в области стали героями Советского Союза. Подчас урочистого сходу старшиня облавыканкама у Владимир Дворник об этом нагадывая яшчы раз. И дадаем, после подвигу боевого военное поколение здейснило яшчы и подвиг працуны. Об этом так само необходимо память. Приходилось работать в условиях отсутствия быта, острой нехватки трудоспособного населения, строительных материалов, промышленного сырья, топлива, электроэнергии, сельскохозяйственной техники. И, несмотря на это, уже через два года отменили продуктовые карточки. Десятилетия спустя первые полетели в космос. За послевоенный час Беларусь зарабила значный крок наперед. Сёня мы кажем об развитии экономики и обмерковываем шляхи повышения добробыту людей. Але память об тых падеях буде заховываться назавсюды. А самым лепшим помником Пирамозе буде мир на нашей планете. День Великой Пирамоги встретит 71-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. И в этот день, наверное, самое главное – это сказать спасибо тем людям, которые нам эту победу и принесли. Говорят же, что в Беларуси нет практически ни одной семьи, которой бы та война не коснулась. Понятное дело, что за столько лет многие ветераны уже, к сожалению, ушли из жизни. Но вот сегодня, скажите, сколько их среди жителей Гомельской области? Да, действительно. Много участников Великой Отечественной войны проживают и у нас в Гомельской области. 2146 ветеранов. Из них 196 – это участники войны. Это люди, которые непосредственно воевали на фронте. Остальные – это блокадники, минёры, разминёры, которые восстанавливали народных аэстов на фронте именно. Но все они относятся к категории ветеранов Великой Отечественной войны. И мы должны делать всё, чтобы они оставались подольше и подольше с нами. Владимир Степанович, а что для этого сегодня делается? Ну, наша задача, как ветеранских организаций и республики, и областных, и районных, и городских, чтобы создать какие-то оптимальные реальные условия для оставшихся ветеранов, чтобы они не чувствовали себя заброшенными людьми. В республике существует целая система помощи таким людям, которая в государственном масштабе утверждена. Это задействованы и министерства, которые существуют в республике, это областные комитеты, это отделы по социальному обеспечению граждан, ну и, естественно, советы ветеранов. Человек, который нуждается, он указывается в помощь ветеранам указами президента. Производится обследование жизни этого ветерана, что он имеет, кто рядом с ним живет, какие у него потребности, и выделяются определенные суммы, чтобы ему чем-то оказать помощь. Кроме того, есть указы правительства, разованные в основном к юбилейным датам, им выделяется материальная помощь. К счастью, надо сказать, что у нас практически все ветераны, у них еще есть какие-то родственники, они под надзором, но есть и такие, которые одиноки. Для этого выделяют социальные работники, которые где-то два раза в неделю по мере необходимости, а то и каждый день бывают ветераны, чтобы узнать о его потребностях и оказать какую-то помощь. Владимир Степанович, как Вы планируете, как Ваша организация планирует поздравить ветеранов с Днем Победы? И вообще, удастся ли уделить внимание буквально каждому из них? У нас 25 районных и городских ветеранских организаций, где каждый ветеран на учете. И каждого ветерана заведена карточка, как говорится, и день рождения его, и все события в его жизни, и праздники там записаны. Каждая ветеранская организация, помимо того, что власти его поздравляют с открыткой, также направляют ему открыточку. И если нужны цветочки, если юбилей, то они подъедут к нему домой, вручат и открытку, и цветы, чтобы человек знал, что о нем помнят, и обязательно приглашает его на торжественные все мероприятия, которые проводятся порайонно. Владимир Степанович, в завершении нашей беседы, конечно, не могу не поинтересоваться Вашим мнением. Вот проект, который, в принципе, довольно громко заявил о себе в Беларуси, он называется «Здесь живет ветеран». И вот завершить его планировалось как раз к 9 мая. Вот хотелось узнать, удалось ли все, что было задумано, и как вот вы лично оцениваете значимость такой работы? Этот проект, конечно, своевременный. Он необходим, особенно в эти юбилейные годы завершения войны, что учитывая, что ветеранов становится все меньше и меньше, и каждый гражданин, особенно молодое поколение обязан, и должны знать, где же живет ветеран, который обеспечил ему такую свободную жизнь. Поэтому это мероприятие, которое проводится в рамках республики, здесь в Сосново занимается БРСМ, Фон Мира и ветеранские организации, которые работают на местах, потому что ветераны там на учете. А они уже эту работу практически завершили. И мы думаем так, что именно 9 мая уже такого не должно быть, чтобы кто-то был не отмечен. Владимир Степанович, огромное вам спасибо, что нашли для нас время и ответили на наши вопросы. Спасибо вам, спасибо вашей группе, что навестили нас в этот праздничный день. Я хотел бы, учитывая ваше присутствие, пожелать всем нашим ветеранам здоровья, бодрости, крепкого духа, вот такой же инициативы, такого задора, как они сегодня имеют, и чтобы мы с ними еще долго-долго общались. Но в этот праздничный день здоровьем их семьям, внукам, правнукам и всем грудным. Итальянский город Парма стал 30-м городом-побратимом Гомеля. Отповедное пагаднение в супрацовнестве у гандлевой экономичной, навуково-техничной и гуманитарной сферах было подписано подчас визиту замежных гостей на гэтым тыдни. Проставники итальянской делегации наведали шерах спортивных и медицинских объектов, ознайомилися с деятельностью свободной экономичной зоны Гомель-Ратон, а так само побывали у Кармянскими и Чачерским районах. Подрабязности визиту и инши значные падеи экономичного життя региона за 7 дней у аглядзе Дмитра Якотова. На протягу тыдня гости с Пармой знайомилися с промысловыми и сельскогасподаршими предприемствами, а так само социальными объектами Гомеля, Кармянскага и Чачерского районов. Супрацовнество нашей в области из Италии починалося заздоровление белорусских дятей, а ля сёня размова идти о больш широким спектре взаимодейня. У приватности информации об махчымастях региона будя гучена на сустрече деловых колов Италии, якая на наступном тыдне пройдя в Парме. А про то, итальянская делегация отримала официйное запрошение на удел у селетним Гомельским экономичным форуме. Основные накерунки взаимодействия баки замасовали у договоры об усебоковном супрационнистве помеж Пармой и Гомелем. У приватности досягнута домовленность об оказании саденышания, уголении промысловостей, сельской господарки, гандли и притягнении инвестиций. Не засталась поза увагой и гуманитарная сфера. У нас уже есть ряд проектов социальной и гуманитарной деятельности. Мы рассчитываем, что это соглашение станет толчком для развития в большей степени направлений экономической. Тым часом у Гомель зараз означается становчая динамика скорочения колькости стратных предприемствов. По величине колькости, якое означалося на початку года, отрималось нивелировать. Становище выправили омаль 40 предприемствов. Такие лечбы улучшили на посаджении Гарвы Конкама, якое было присвечено основным выникам работы господаршего комплексу Гомеля в первом квартале 2016-го. Выконаны показчики по снижении запасов готовой продукции, створении прационных местов, за кошт новых вытворших линий и новых предприемств. После минулогоднего падения зараз значительно взрос экспорт товаров. Невыконанными засталися три показчики. Мы надеемся, что по итогам полугодия мы подтянем показатели по привлечению инвестиций в основной капитал за счет иностранных источников. Это показатель достаточно новый. У нас есть резервы и мы видим, что мы можем выйти по полугодию на 100%, какие у нас доведены по заданию. Это экспорт услуг по предприятиям без учета республиканских. Тоже мы надеемся выйти на уровень доведенного задания. При привлечении инвестиций на чистую основу пока довольно сложно оценивать это показатель. Но тоже надеемся, что к концу года, по крайней мере, будем что-то обеспечены уже. На доходящем три дня означался День Друку. Акционерное товариство «Полез Друк» мая больше, как 90-годовую историю, изъявляется одним из самых великих полиграфичных предприемств в Гомельской области. Тут вырабляется свыше 150 видов друкованной продукции. А маль треть объема у «Полез Друку» – это кетки с найменями продукции промысловых предприемств в Беларуси. Плюс книги и адрывные календары сегодня вырабляют их только у Гомели. Что тычется газет, то минавито тут друкуются областная, а так само уси городские и районные выдания. Плюс советская Беларусь. Могли б, кажут, друковать и инши газеты, але их тыражи для Гомельшины не вельми значные. А таму по экономичных причинах гэта невыгадна. Хоть усе макшимасти есть. Не оди шесть годов таму тут провели модернизацию вытворчасти и теперь могут задоволить любого заказчика. Многие перешли на нашу производство в связи с тем, что мы тот же речица, тот же жлобин не смогут печатать. Такие газеты цветные на сегодняшний день. И до 20, а то и 32 полос только мы можем печатать. Предприемство «Типография Белдруг» можно привести у якости прикладу поспехового державно-приватного партнерства. С 2003 года оно займается вытворчастью самой разностайной полиграфичной продукции. А спортивных афиш и запрашенев на официйные мероприемства до навыковых выданев и вуличных вывесок. Тут же, до речи, часто друкуются дипломы и грамоты розного узровню. А до областных, до узнагород предприемствов. Великие объемы тут не размешают гэта худшей эксклюзивный товар. Аля тое, что может быть экономично невыгодно для того ж полез друку, приносить прибыток невеликому приватному бизнесу. Во усилеким разе гэта ранее гамельшане шукали партнера у столицы. Зараз ситуация зусім інша. Качество сравнимое с Минским, абсолютно. Скорость производства, качество – все сопоставимо с Минским. И мы ничуть не хуже. Дмитрий Котов, телерадиокампания «Гомель». На гэтым тыдне профессионные святы означали таксама супрацовники сродка у массовой информации. 5 мая – друкованных выданнёв, а 7 – радую и телебачыння. Зараз на Гомельщине працуют 7 региональных телекампаний и 5 радиостанции. А вогуле первый радиосигнал у «Гомелі» приняли 90-х году тому. У 1956-м тут же убачили и першую телевизийную программу. Специальный сюжет для киночасописа. Довелось и попрацовать старейшему радую-аматору, технику радую-вузла Кернажицкому, инструктору радую-клуба Грылцову, каб на экране з'явіліся перші атлюстраванні. Радуус прийому звычайного телевізора – 30-40 кілометру. Гомельскі радую-аматоры глядзять концерты і спектаклі Київського телевізійного центра за 240 кілометру. Гомельскі радую-працю Гетый год для телерадиокампании «Гомель» можна назвать юбилейным адразу па некальких причинах. У Соковику 90-годзе значила обласной радую. У жнівні 15 годів сповніться радою «Гомель-ФМ». 60 годів тому, 6 листопада 1956-го, аматорський телецентр выдаў у ефір першую у нашому регіоні телепраграму, мастацкий фільм «Максим Піропяліцца». Сегодня перспективы связывают с развитьем телеканала «Беларусь 4 Гомель», который ориентирован на все категории глядачов. Программу мы стараемся планировать для разной категории зрителей, и для детей, и для молодежи, и для домохозяек. В общем, стараемся ее разнообразить, чтобы программа наша была интересная, чтобы все смотрели. Канал «Беларусь 4 Гомель» должен стать не просто интересным для всех. Жихары могут принять участие в его программах. «Добрый вечер Гомель», например, запрашивает студию всех, кто может быть интересным, суразмовцем и таким чином уявлять интерес для других. «Добрый сябр» в нашем доме. Это миноветы про телеканал «Беларусь 4 Гомель». До речи, сейчас распространение этого канала, который ориентирован первым за все на мясную аудиторию, отбивается про скабельных операторов, пакет зала и эфирное наземное вещание. Нам приятно, что развивается телеканал «Беларусь 4 Гомель». Совсем немного времени прошло с момента его открытия. Это произошло в конце сентября. И вот по происшествии такого количества времени мы можем уже обнародовать некоторые результаты. Мы работаем фактически по всей Гомельской области. Совсем недавно, в начале мая, мы вышли в эфирное вещание на передатчике в городе Жлобин. Тем самым нас могут принимать в кабельные сети операторы города Рогачёва, Калинковичи. Также и в Мозыре мы уже скоро будем доступны для абонентов. А вот удельники конкурсу «Юны» – это ли зорка? Если не станут зорками экрана, то творчими и поспеховыми особами безумовно. Подошел до завершения кастинг, который прошел во всех районах Гомельской области. Попош не отбылся в Брагинском районе. В отборочном туре приняли удел около 500 детей. В некоторых районах, например, Рэджицким, кастинги продолжились по несколько годин. Вельми великий был наплыв удельников. И они удивляли журы и своими промоуницкими сдольностями, и искровыми творчими номерами. Я бы хотела быть телеведущей. Эта мечта меня посетила с самого детства. Я давно мечтала ей стать, и хочу продемонстрировать тут свои качества. Пробиваются туда одни из миллионов, но я хочу стать этой одной из миллионов. Мне очень нравится размышлять о жизни, о жизненных проблемах. В принципе, у меня было не самое счастливое детство из-за некоторых проблем в моей семье. Но, в принципе, я очень позитивный ребенок. И могу писать о чем угодно, как вели сердце. За полтора месяца кастинг объеднал великую колькасть детей, надав подельникам упыльненности в своих силах и сдольностях. А головная – сгуртовал детей в окол агульной мары, связать свою профессию с телебачением. 23 мая у Гомельским областным драматичным театрой отбудется по финал конкурсу, яким примутюдел 84 пераможцы. У середнем каждый район проставить 4 конкурсанты. Плануется, что финал телеконкурсу отбудется у червени. Пераможцы отримают шанс стать ведучими дитячей программы на телеканале «Беларусь-4». Увагу до детей, яким потребный клопот дорослых, проявили супрацовники Гомельской областной универсальной библиотеки имя Ленина. Тут у черговый раз провели доброчинную акцию под назвой «Усе свои» у рамках молодежного проекта «Поколение мы». Про социальные сетки и официйный сайт библиотеки до справы долучилась и великая колькость молодых людей. На этот раз ляльки, канцелярские товары и солодкие подарунки подрактовали для выхованцев у Гомельского областного социально-педагогичного центра. Про это музельники акции поспробовали створить для детей атмосферу свята. Шоколадные яйки им принесли персонажи народной казки «Урачка раба». Хлопчики и девчинки стекалностью надзирали за сюжетом постановки. Мы считаем, что не бывает чужой беды, не бывает чужих детей. И все люди должны каким-то образом способствовать тому, чтобы каждому ребенку получить кусочек радости, особенно на этой пасхальной неделе. И об спорте. Лепших юных борцов з усёй Беларуси сберы открытый областный турнир на призы заслуженного майстра спорту Беларуси Сергея Смаля. С поборницей пройдутся в 21 раз. Поединки будут проходить с 12 по 14 мая у Гомельским палаце легкой атлетики. Об и инших спортивных падеях наступных семиден расскажет Максим Савин. Усё ближе к кульминации гандбольного сезона. Переможцы чемпионат Украины и сорок жановших команд можно вызначиться уже на этом тыдне. Напомним, что за золотые медали смагаются Гомель и БНТУ Белас. Первая гульная серия до трех перемог отбылась на переды дни у Гомеля. 14 и 15 мая команды сгуляют в Минску. В мини-футбольном чемпионате Беларуси плей-офф только подшинается. Первые матчи четвертьфинальных серий до двух перемог отбылись и 5 мая. Гомельская БЧС оступила столицы 3-6. Еще один представник областного центра ВРЗ был мацнейший за Витэн 5-1. Матчы у отказ гомельские команды проведут на свою пляцовце 9 мая. У 14-го дня на паркете спорткомплексу Лакоматы у БЧС будет примать столицу. Гуля помеж ВРЗ и Витэном начнется у 16-го дня. Если для вызначения переможцы потребуется третий матч, то они отбудутся 12 мая. Обе две гомельские дружины сгуляют на выезде. 12 мая Мазырская Славия проведет матч 7-го тура чемпионату Беларуси по футболе у высшейшей лизе. Мазырани на своем поле будут примать футбольный клуб Минск. У первой лизе 14-го и 15-го мая команды сгуляют матчы 5-го тура. Футбольный клуб Гомель чекает гости Барановича. Гомельчугунка Транс на выезде сгуляет со Смаргонью. Светлогорский химик у гостях сустренится с Лидой. Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокампания Гомель. Гэты и иншые новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. По адресе www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершены. У студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам доброго и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин